В этом году вышла первая часть финального сезона Кобры Кай. Пять эпизодов были посвящены подготовке к турниру с Айкой Тайкай и нарастающим конфликтам между персонажами. Концовка оставила нас в напряжении и с ощущением предательства. Давайте рассмотрим, что нам известно о следующих пяти эпизодах, и я поделюсь своими теориями о том, что может произойти дальше. Итак, начнем. Вот что мы знаем о второй части шестого сезона Кобры Кай. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Сюжет, думаю, финальный сезон разделен на три части. Не только по выпуску, но и по структуре повествования. Первая часть была сосредоточена на поиске баланса, но разногласия и секреты разрушали отношения между героями. Будь то секрет мистера Мияги и его влияние на Дэниела Ла Руссо, саботаж Дэвин против Кенни ради Барселоны, предательство Тори в пользу Криза, умолчание Хоука о колледже и конфликт между Джонни и Дэниелом. Если первая часть была об этом, то вторая будет посвящена турниру Сайка и Тайкаи и развитию групп. Мы знаем о нескольких боях, но финал второй части, вероятно, завершится перед телевизионными боями капитанов. Скорее всего, это будет Робби против Квона. Квон тренировался с Кризом и Мастером Кимом, который, похоже, может жульничать и драться агрессивно. А Сэм будет против Тори. Это матч-реванш боя, который мы уже видели. Тори будет драться с ненавистью, а Сэм без нее, просто желая подружиться. Думаю, мы увидим все второстепенные бои, но не главную схватку капитанов. Это ключевой бой сезона, в котором на кону будет стоять больше всего. Если этот бой произойдет в начале третьей части, это будет держать нас в напряжении и заставит гадать, что случится дальше. Думаю, тема второй части сезона будет о единстве. В отличие от первой, где был раскол, теперь группе придется сплотиться против общего врага. В первой части у Дмитрия с Ястребом была ссора. Ястреб не сказал, что не подавал документы в тот же колледж. Это повлияло на их дружбу. Но сейчас, когда они вместе едут на турнир, думаю, они разберутся и поймут друг друга. Хотя турнир в Барселоне будет в центре внимания, часть истории продолжит развиваться в Штатах. Например, в первой серии Кенни чуть не пошел по плохой дорожке. Его подставил Деван, но он думал, что это Энтони, который побил его раньше. Без Дэниела и Джонни, без той структуры, которая помогала Кенни направлять свой гнев, как в Мияги До, мы можем увидеть, как он пойдет по пути, от которого его предостерегал брат. Это может привести к разрушению дружбы Кенни и Энтони. Даже если Энтони признается в своей невиновности, Кенни, скорее всего, ему не поверит. Вероятно, Кенни повторит путь Тори, отдаляясь от группы, о которой раньше так заботился. Интересно, будет ли Деван испытывать чувство вины? Лично мне кажется, что будет. Что касается Криза, я в шоке от того, как он избегает тюрьмы и властей, свободно разгуливая и даже путешествуя по разным странам. Думаю, Криза поймают, но не во второй части шоу. Скорее всего, это случится в третьей части, во время телетрансляции боя. Сейчас совершенно непонятно, почему он свободно разгуливает. Надеюсь, они сделают это более правдоподобным. Возможно, именно Тори сдаст Криза властям. Мы видели, как она перешла на темную сторону. Но думаю, она скоро поймет, что борьба, которой она и ее мать хотели, не приведет ни к чему хорошему, пока ею движет ненависть. Думаю, она осознает, что нужно поступить правильно и вернется в Мияги До. Вот тут, думаю, третья часть шоу станет ключевой. Увидим, как ребята работают над развитием и двигаются вперед. Победят они в конкурсе или нет? У всех есть перспективы. Они поступают в колледж. Джонни ищет новый дом для семьи. Скоро родится дочь. Многие хотят понять, как полученные навыки борьбы помогут им в карьере. Без помощи полиции ничего бы этого не случилось. Увидим его в Барселоне с остальной группой, так что его участие будет именно там. Одно из главных событий этой части сезона – продолжение конфликта между Джонни Лоуренсом и Дэниелом Ларусо. Мы знаем об их разных подходах к тренировкам и планах разойтись после соревнований. Думаю, эта линия продолжится. У них могут быть разные мнения о том, с кем должны сражаться их бойцы. Джонни особенно нуждается в победе группы, так как от этого зависит будущее его семьи. Спонсорство и призовые могут изменить их жизнь. Несмотря на это, я думаю, что отношения Джонни и Дэниела в итоге наладятся в течение сезона. Как я уже сказал, не думаю, что разделение будет главной темой этой части. Будет больше о том, как людям придется работать вместе, чтобы преодолеть трудности, и Джонни с Дэниелом – лучший пример того, как это нужно делать. Сейчас ходит одна теория, в которой я немного сомневаюсь. Есть предположение, что Джон Крис может быть причастен к смерти матери Тори. Мы знаем, что Крис преступник, так что, возможно, он хотел ее смерти, чтобы вернуть Тори на свою сторону. Это звучит притянуто, да и медэксперты не нашли следов преступления, но посмотрим, что будет. Как видите, у следующей части сезона много возможных направлений развития. Интересно, что из этого сбудется, ведь на кону многое, особенно учитывая, что никто не хочет проиграть это соревнование. Единственный способ победить – одолеть главного врага, который теперь прямо перед ними. Дата выхода. Финальный сезон разделен на три части и продлится до 2025 года. Вторая часть шестого сезона выйдет на Netflix 15 ноября этого года, так что осталось меньше четырех месяцев до того, как мы узнаем, что произойдет на турнире Сайкай Тайкай. Изначально релиз планировался через пару недель после 15 ноября, но Netflix недавно изменил дату, что порадовало всех нас, зрителей, с нетерпением ожидающих возвращения сериала. Хотя третья часть сезона выйдет на Netflix и в новом году, точная дата пока не подтверждена. Однако, скорее всего, они захотят сохранить такой же интервал между частями, чтобы удержать интерес зрителей. Поэтому я предполагаю, что последние пять серий выйдут примерно через четыре месяца после второй части, то есть в марте следующего года. К сожалению, пока это все, что известно о второй части шестого сезона Кобра Кай. Трейлера еще нет, но я думаю, что ближе к выходу, может даже в ближайшие недели. Netflix выпустит его для нас. Вот и все, что мы знаем о второй части шестого сезона Кобра Кай.